Наступление войск Ленинградского фронта. Гвардейский реактивный миномёт БМ-31-12 в Берлине. Это модификация знаменитой реактивной установки «Катюша». Вела огонь снарядами калибра 310 мм, запускавшимися с 12 направляющих сотового типа, два яруса по шести ячеек в каждом. Система размещена на шассе американского грузовика «Студебыкар», который поставлялся в СССР по Ленд-Лизу. Американские техники пытаются отремонтировать трофейную САУ «Стак-3». Советский танк Т-34 с десантом пересекает магистраль «Житомир-Бердичев». На дороге выгорает танк «Тигр». Первый украинский фронт. Январь 1944 года. Немецкое 37-мм зенитное орудие «Флэг-37» прикрывает мост через Волгу в оккупированном ржеве. Январь-февраль 1942 года. Изготовление реактивных боеприпасов в полевых условиях. Приехали. Житомирская область. Лето 1941 года. Предположительно, погибшие были членами экипажа подбитого БТР, на фоне которого сделана фотография. Притупленное немецкое штурмовое самоходное орудие «Тюрмарсер Тайгер» и дети. Бронетехника 24-й танковой дивизии «Вермахта» наступает на Сталинград. Колоритный красноармеец. Части Красной Армии проходят по улицам Освобожденной Одессы. 10 апреля 1944 года. Техничка времен Великой Отечественной. В полевых условиях с броневика Ба-64 сняли башню и установили противотанковое ружье. Донецк. Ноябрь 1943 года. Уничтоженная союзниками с воздуха немецкая техника 503-го танкового батальона. 14 августа 1944 года. Остатки немецких укреплений после высадки союзников в Нормандии. Письмо от Сунофронт. В таких условиях, не то что техника, животные не могли пройти. Украинская полиция образца 1943 года. Останки «Тигр» номер 142 из 501-го танкового батальона. Пленные бойцы из состава 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд». Советская пехота при поддержке танков Т-34 ведет бой за один из населенных пунктов на Львовском направлении. Лето 1944 года. Немецкие 88-мм зенитные орудия на железнодорожной платформе в оккупированном Ржеве. Младший политрук Алексей Еременко ведет солдат в атаку. Июль 1942 года. Жители Москвы во время объявления о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Июнь 1941 года. Советские зенитчики на крыше гостиницы «Москва». Октябрь 1941 года. Дорога жизни через Ладожское озеро. Февраль 1942 года. Советские танкисты на подбитом немецком танке после боя. Апрель 1944 года. Блокада прорвана. Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. Январь 1943 года. Встреча с детством. Рядовой Шарабоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Август 1943 года. Прямой наводкой. Октябрь 1942 года. Танк переходит окоп с солдатами. Ноябрь 1942 года. Памятник играющим детям в Сталинграде. Август 1942 года. Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Беркенау. Освенцем. Польша. Январь 1945 года. Немецкие каски сложены штабелями в освобожденном Севастополе. Май 1944 года. Недалеко от города Торгоу, на Эльбе, войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. Советская медсестра Любовь Козиченко дарит цветы американскому солдату Карлу Робинсону. Апрель 1945 года. Солдатский труд. Рядовой 928-го артиллерийского полка, входившего в состав 367-й стрелковой дивизии. Октябрь 1944 года. Военная регулировщица Мария Шальнева на Александр Плац в Берлине. Май 1945 года. Ялтинская конференция союзных держав. Февраль 1945 года. Знамя победы на здании Рейхстага в Берлине. Май 1945 года. Парад на Красной площади в Москве. Вознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года. Санитарка в минуты отдыха. Работники Красного Креста и врачи в годы Великой Отечественной войны проявили не меньший героизм, стойкость и мужество, чем солдаты и офицеры на полях сражений. Девушки-санитарки на хрупких плечах выносили под ливнем пуль раненых бойцов. Медицинский персонал госпиталей и лазаретов работал сутками, не покидая больных. А фармацевты делали все возможное, чтобы обеспечить фронт высокоэффективными лекарствами в требуемых объемах. Первый военный комендант, взятого советскими войсками Берлина и начальник берлинского гарнизона генерал. Полковник Николай Эрастович Берзарин перед строем солдат и офицеров Красной армии у Рейхстага во время церемонии отправки знамени Победы в Москву. Берлин, 20 мая 1945 года. Капитан Альберт Литтельт, заместитель командира эскадрильи «Нормандия», сбивший 12 немецких самолетов. Эскадрилья «Нормандия» сражалась на Советско-Германском фронте и имела смешанный состав. Французские пилоты в ней воевали на советских самолетах типа Як. 17 июня 1943 года. Кавалер Ордена Славы Третьей Степени, снайпер Мария Кувшинова, уничтожившая 23 немецких солдата и офицера. На момент прибытия на фронт ей было 16 лет, приписала 3 года. Мария Григорьевна прошла через освобождение Орши, Минска, взятие Кёнигсберга и прорыв обороны противника в районе Мазурских озер. После войны работала в Нижнем Тагиле на металлургическом комбинате и воспитывала двоих сыновей. Фото – май 1944 года. Карпов Александр Терентьевич. Командир эскадрильи 123-27 Выборгского гвардейского истребительного авиационного полка 2-го Ленинградского гвардейского истребительного корпуса ПВО. Самый результативный летчик ПВО и единственный среди них – дважды Герой Советского Союза. Совершив 456 боевых вылетов, проведя 97 воздушных боев, Карпов сбил лично 28 самолетов противника и 8 в групповых боях. Погиб 20 октября 1944 года во время выполнения боевого задания. Награждение Федора Андреевича Пузанова. Командир 5-й Ленинградской партизанской бригады. Герой Советского Союза Константин Дионисевич Корицкий прикрепляет медаль партизану Отечественной войны 2-й степени священнику церкви Псковского села Хохловой горки Порховского района Федору Пузанову. Федор Андреевич Пузанов – георгиевский кавалер Первой мировой войны, пользуясь относительной свободой передвижения. Разрешенный ему оккупантами как священнику сельского прихода, вел разведывательную работу, снабжал партизан хлебом и одеждой, сообщал данные о передвижении противника. Пасхальные яйца для Гитлера от союзников 1945 год. Выпечка хлеба в 150-й полевой хлебопекарне 168-й стрелковой дивизии под командованием техника лейтенанта Ивана Михайловича Толкачева. Ленинградский фронт. За сконструированную и построенную хлебопекарную печь и организацию бесперебойного снабжения дивизии хлебом Толкачев был представлен к награждению Орденом Красной Звезды. Сержант Валентин Моисеев кормит двухлетнюю девочку Валю, найденную им в одной из пустых изб деревни Извекова. 14 марта 1943 года. Брошенный КВ-2 в пойме реки Золотая Липа в селе Дунаев Перемышленского района Львовской области. 1941 год. Улица Тернополя, 1941 год. Павший товарищ. Разрушенный дворец в Петергофе. Подбитые немецкие танки в деревне. Блокадный Ленинград. Разрушенная квартира в Ленинграде. Бомбоубежище в Ленинграде. Дети в бомбоубежище. Сталинград с самолета. Упавший самолет в Сталинграде. Пленные немцы под Киевом. Керчь, 1943 год. Пленные немцы в Ленинграде. Дорога на Берлин. 1945 год. Ломая сопротивление берлинского гарнизона. Рейхстаг. Продолжение следует... Продолжение следует...